Здравствуй, Дмитрий Заруцкий. Здравствуй, почаны. Я так отвык от камеры уже. Так, первый вопрос. Ты решил покинуть Калифорнию? Да. Куда ты едешь? Я еду в солнечную Флориду. Как ты думаешь, люди, когда будут смотреть, какая вообще дата? О, я может уже вернусь, может быть я уже вернулся с Калифорнии или уехал куда-нибудь в Вайоминг. А сейчас какая дата у нас? Сейчас 31 октября 2022 года, ребята. Почему решил уехать? Не знаю, я в один день проснулся и понял, что вот я хочу туда. Меня начало влечь, я начал смотреть потом картинки оттуда, видосы, блять, квартиры, думать про эту хуйню. Начал изучать там все по налогам, законы, всю хуйню и, короче, меня засосало. Теперь я еду туда. Я сейчас коплю денежки на бензин. Я сначала думал, что вот я поработаю здесь, накоплю на квартиру, ну все. Нихуя, я просто все бросаю и еду. Я бросаю все вещи в сториджи, которые у меня есть и все, и пиздуем. И там будет, что будет. К тебе в гости можно будет приехать? Да, когда у меня будут гости, куда в гости, тогда можно будет, конечно. Так что так. Я помню, мы стояли с тобой в долине. Да, я тоже вспоминал этот момент. И ты такой, я уезжаю в LA, я такой, Дима, ты че, блин, какой нахуй LA? Сейчас я уже никого ничем не отговариваю. Знаешь, просто красавчик, даже завидуйте. Я помню это интервью, да-да-да. Мы в Дэйли-Сити же сидели. Да-да-да. Че вы, ебануто? Мы в ахустье были. Потом в итоге, через сколько мы и сами переехали? Блядь. Пару месяцев? Да, несколько месяцев. Я опять живу в тихушку, ебанули туда. Да-да-да. Неужели меня ждет Флорида? Опять? Ну я там уже был. Ну да. А куда, где еще жить-то? Вот Калифорния, Флорида. Реально. Где тепло. Единственное, во Флориде, ребят, я вам отчитаюсь по духоте. Мне кажется, там невозможно душно. А ты хотел еще в Нью-Йорк? Нет, то я не жить хотел. Это у меня было просто в мозгу, мне ебануло туда доехать, типа, через всю Америку на машине. Но я жить там никогда не хотел. Угу. Я когда даже, ну, типа, вообще никак. Я думал, я съезжу, посмотрю просто как турист. А с Флориды по-другому было. Я прям, я понял, что я хочу уехать. Но на сколько меня хватит, кто знает почему. Может, я поломаюсь здесь в Техасе и останусь в Техасе. Да нет, я уверен, все будет хорошо. Да. Поэтому что, такие вот новости. Сигары вот у меня, ребята, замечательные. Подарок от прекрасного человека. Тут Женя за кадром стоит. Здравствуйте. Когда я уже там. В Флориде, да. Ты уже там. Безумно интересно. Заруцки нашел комьюнити. Да. Он говорит, его заебала машина. Ну, да. Кстати, новости еще, ребята, по поводу там машины, обличевания. Наконец-то мне надоело быть нищим. Мне надоело жить в тачке. Прямо искренне. То есть до этого это было весело и прикольно. Настал момент, когда я просто заебался. И поэтому будем, блядь, становиться миллионерами, нахуй. Сейчас это будет очень крутой переход, ты уже с Флориды. Ну что, спасибо тебе. Все, ждем кадры с Флориды. Для вас это будет секунда, а для меня долгий, наверное, месяц. Спасибо. Спасибо. Значит, мы с Заруцким встречались во Флориде. И там как бы много контента, я сюда это оставлять не буду. Но будет путешествие во Флориду, и сами все увидите, все услышите. Так что пока что оставлять ничего не буду. О! Ты возьми себе пиво тоже. Я не пью пиво, брат. Ну, это ты, алфеголь. Да, ну, маленький шампанский возьми. Да подъемки. Сейчас. Ну реально, блядь, 94 дня. Подожди, криво стоит жених, блядь. Тут что за волосы, нахуй? Да, блядь, я сам постоянно... Это чьи волосы, посмотри, это явно не мои. Я не знаю, может тут потому, что покровал трясется, из покровала что-то собиться, я не знаю. Да ни хуя, это, блядь, ноги складываются вонючие. Нет, у меня черных волос на ноге нету, блядь. У меня тоже нет. И постоянно черные волосы на банке на унитазе. Да возьми слабеньку, ну хватит так. Я сейчас выжить, брат. Я сделаю что-что мог. Вы мне сейчас говорите, когда камера поправится. Все. Лучше? Она вот так сама не регулируется. А, сейчас ровно? По-моему, да. Я чуть не сдох. Там же должен быть уровень. Ну вот я сейчас объектив на вас поверну. Вот что сейчас видите? Реально выровнял? Да. Да. Вот так хорошо? Я буду смотреть на тебя. А почему он настолько выше? Нет, по-моему, ровно. Реально сейчас хорошо? Начинай. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Колянка, Дима и Женя. Вот такое начало будет. Уже очень давно не выходили видео на канале Димы. Ему сложно собраться с мыслями. В течение долгих недель он пытается вам объясниться. Но это невероятно тяжело. Поскольку на кону его жизнь и его судьба. Где он нахуй несет? Это вступление. Тревью. Какая нахуй судьба? Паша? Блядь. Начинай. Останавливается канал 25 июля. У меня где же день? 23. Блядь. Нам же нужны даты. Простите. Мне нужна запивка, во-первых. А есть чем запивать? Бода. Вы колу, блядь, выпили? Сам вчера я увезел. Вот мудачей, ёбаная. Блядь. Женя, это такие шампанское. А то уже сладкое. Итак. За русскому мы желаем путешествия хорошего во Флориду. Новой жизни. Я сейчас уже нахожусь в Ирвайне. Взял себе колбасу. Обожаю её. Я просто её фанат. Стоит 10 баксов, сука, дорогая. Репрезета. Я сейчас стоял в магазине и понял, что я вообще перестал снимать рестораны, какие-то походы. Но это всё в Телеграме вы можете видеть. Либо уже видели. Вот просто не порезав, не хуяшеньки. Ммм. Кажется. Ммм. 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 Просто охуенная колбаса. Ммм. 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 Сейчас едем в Мексику. К Паше. У него сегодня переход в Соединён Штат Америки. Он уже всё сейчас расскажет нам подробно. Мы узнаем, как в прошла неделя. У меня застарало что-то в зубах. Извиняюсь. Ммм. Но перед тем, как ехать, надо заехать домой. Потому что я не очистил камеру, блять. У меня три минуты плёнки осталось. Хорошо, я увидел это. Так сейчас быстро домой и ебашим к Паше в Мексику Тихуана. Не буду сегодня в пизду. Я сегодня вот общаюсь с друзьями. Буду в отеле сидеть. Ждать этот тест ебучий на английском языке. Ну как ждать? Не буду его ждать. Мне сказали, что на испанском если что прокатит в принципе. Но я хочу до них доебаться, блять, чтобы они суки. Паша не знает, что я еду. Для него это будет сегодня сюрпризик. Он думает, что он в отеле будет сидеть. Нихуя. Ну мы как бы, да, мы посидим в отеле, но всё равно выйдем к краям покушать. Покажем вам немножко Мексики. Там очень ссыкотно снимать. Ну как я говорил в предыдущих кадрах, мне надо срочно очистить флешку, иначе пиздец. Я же не могу поехать и снять две минуты контента. Потому что сейчас быстро. Женька! Ты повис у меня, блять. Симка Америка ТВ, смотри, идём в магазин. За бухлом, блять. А я сейчас выехал в Мексику. Мне сейчас в Мексику два часа херачить. Труто. Передавай привет зрителям. Зрители привет из Джорджия. Он в Америке, штат Джорджия. Всё. Так. Фронтиер. Фронтиер Тихуана. Ммм. Блять. Как она пишет, что-то? Три часа три минуты. Ты в Тихуане будешь тусить? Да. А сейчас туда выезжаю, Кубер. А что, ты там снимешь номер или что? Нет, там Паша же. Я к Паше еду. Подожди, а он разве не пересёк ещё? Он сегодня в пять утра переходит. Я хотел это запечатлеть, из-за этого туда и еду. Ага, я почему-то думал, что он уже пересёк. Нет, нет. Вот сейчас вот туда как раз и еду, чтобы запечатлеть это всё. Три часа пути нормально. А почему Паша половину денег не перевёл в крипту, чтобы это разве, чтобы безопаснее было? Да там нормально всё, там не так ужасно, как вы думаете. Я там гулял, сколько раз было и ничего. Ну что, вы его за эти деньги могли убить и всё. Да никогда там никого не убивай, я там гуляю. Я сколько раз там был в Тихуане, чего наслушались хуйни, Кубер. Так, погнали. Ну а на границе могут кинуть. Да, блядь, короче, бесполезно спорить. Тебя кинут, тебя кинут, безусловно. Вот такое тоже можно увидеть на американских дорогах. Как любят Путина американцы. Звенели колёса, летели вагоны, Гармошечка пела вперёд. Шутили студенты, скучали вагоны, Примал разночинный народ. Я думал о многом, я думал о разном, Смоля папироской во мгле. Я ехал по ночи. Я ехал по ночи. Это вообще видео вышло, очень интересно. Давайте только правдиво причешите число, чему оградить. Это камера уже 2000 лет. Да. Второе ноября, 9 утра. Правильно. Второе ноября. Так что, сейчас с пацанами уехать. Дуда. Очень круто, что можно получить стрим. Время намного быстрее проходит. Спасибо вам, товарищи и всех, кто едет со мной. Сейчас 80 человек. Я еду на машине. Потихонечку растёт. Сергей Логинов, да, ты попадёшь в видео. Всё, это последний. Сергей Логинов спросил, попаду ли я в видео. Да ёбану, почему ты пропадаешь. Ребята, все, кто смотрел стримы, у меня повисли. Не знаю. Сейчас попробую возобновить. У меня что-то оно не хочет возобновляться. Остаются пару минут. И всё. Так, мне ещё сейчас один подписчик дописал, что он в Тихуане. Значит, забираем его сначала, а потом уже едем к Паше, к Трахе. Вот. Из всех машин только один фургон забрали. Без окон, без дверей. А легковые едут. Всем поебать. Сейчас едем за Димоном. Я не знаю, кто он, если не виделся. О, торгаши наши. Кто-то из машины сейчас выпрыгнул резко. Побежал. Это вот в Америку уже едут почаные ночи. Дец, у меня время только увеличивается. Только увеличивается. Я сейчас опять проебал проезд. А Дима, короче, подписчик в часе езды от меня. Он вообще на другом конце города. Я не знаю, как быть. Ой. Я ему скинулась. Захочет Паша приедет, не захочет, не приедет. Да Паша у нас 30 минуточек осталось. Мне надо сейчас перестать проебывать повороты. Уже стемнело. Сейчас Пашка обрадуем. Да, я не знаю, где снять это вождение. Чтобы меня не пристрелили нахуй. Но оно пиздец. Здесь вообще кто куда. Ни светофоров. Ничего нету. Но очень странная дорога по... Здесь такая деревенская местность. Еще мост, блядь, работают. Даже обещать не могу. Пригородная зона. Осталось 18 минут до Пашка. И вот перекрестки бывают. Там ничего нету. И просто попались. А тыкать камеры я боялся сейчас. Ну, туху его знает. Ну, прострелят голову и все, блядь. Там у меня Америка, товарищи. Тут я на очке сижу. Посмотрите, какие эти заборы. Выехали на шоссе. Тут уже скорость побольше. Можно превышать, я так понимаю. Даже взятку 5 долларов и все. Чикардос. Ну, а сейчас Пашка на нервиках сидит. Я не представляю, что это за эмоции. Такой путь проделать. Понимаете, он сбежал от мобилизации. А непонятно, выпустят тебя, не выпустят. Там вроде бы всех выпускают, но все равно страх есть. Но боялся, переживал. Просидел в Дубае. Потом в Мексике огромные шансы уже тебя могут развернуть. Не впустить. Извиняюсь. Как бы непонятно. Саши, Софьи отказали. Они проебали там 500 тысяч на билетах. То есть, что угодно может быть. И вот сейчас вот через, грубо говоря, 9 часов он будет в США. А я здесь останусь спать дальше. Но он уже в Америке будет. Видите, какой прикол. То есть, я особо не знаю, как это получится завтра. Может, я уже его заберу. До завтрашнего утра. В общем, посмотрим. Надо было на заправку заехать. Поймать туда одностороннее, да. Да, я уже не вернусь. Ну ладно, Хусин. То есть, получается, товарищи, что завтра утром проснусь. И он уже будет в Америке. Охуеть. Просто охуеть. Вот это, блядь, контентище. Добрался. Что-то паха-трах у нас не отвечает. Походу, может, спит. Не знаю. Мы его сейчас будем будить. Я ему пивко купил. И сам думал, можешь пиво выпить. Ребят, я не пил пиво. Это, наверное, месяцев 8. Так, суббота место есть. Это шикарное. Причем последнее. Нет, вру. Еще есть одно вижу. Так, все. Я здесь уже был. Я не помню, снимал бы, он не снимал. Мы перевозили паху. Там вот он на втором этаже где-то. В одно дело, блядь. Свет выключен. Я ему взял Dos Equis и сам думаю выпить бутылку. А может две. Я пиво не пил реально 8 месяцев. Я от него вообще отказался. Но сегодня, походу, надо ебануть. Раз такой день у нас. Ну как теперь до него дараться? Давайте попробуем позвонить. Я не помню, какой у него номер. 200 какой-то, блядь, или 300. Сидит сериалы смотрит, наверное. Ну давай, Паха-драха. Кстати, подписчик едет. Через 30 минут будет. Алло. Алло, Паха. Ты что делаешь? Ты спал, что ли? Что? Что говоришь? Ты где? Ты спал, что ли? Ну и так, да. Подремательный будильник завел. Чисто, что потом мне это. Не руби. Ебаный рот. Выйди в дверь. Спит он, блядь. Куда выйти? Дверь открой. Паха-драха. Да ну нахуй, серьезно? Да, какой спать? Паха-драха. Я не мог тебя бросить в такой день. Ты что там спишь? Я иду к тебе. Я иду к тебе, брат. Он спал. Вот прикол, блядь. Ну он на нервиках. И вы сейчас сами все увидите. Спросим у него. Это пиздец. Я даже переживаю, почему не знаю. Идет, идет наш мальчик. Открывашечку будем сейчас найти. Открывашечку будем сейчас найти. Пиздец. И вот он, товарищи. Сам, собственно, персоны. Паха-драха. 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 Ребята, вы понимаете, что по ходу завтра я уже в Америке его заберу. Правильно? Да, я что-то не хочу в отеле оставаться. Охуеть. Это уникальный контент. Ну давай. За твой переход. Спасибо. Сейчас еще подписчик приедет какой-то. Да? Через 30 минут. О, прикольно. Восемь месяцев я не пил пива. Восемь. Я от него отказался нахуй. Потому что у меня живот огромный стал. Я начал толстеть. И пиво это зло. Слушай, ну приятно. Сегодня ради Паши. За встречу, как говорится. Ммм, какой запах, блядь. Ты как всегда залпом. Мощно, мощно. Ай, как давно я этого не делал. Но вино это не то. Тебе больше нравится пиво, да? Конечно, но я его не буду пить. Мы его нахуй. Ой, Паха. Блядь. Кайфово. Блядь. Залпом бутылку? Ты не смог бы? Ну я смогу, но у меня тяжело это дается. Просто кайф. Ты прям с кайфом реально так это всаживаешь. Я так не смогу. Ты что-то хотел сказать? А вообще, какие у тебя ощущения? Вот на данный момент я сплю еще как будто. Ты со скольки лет хотел в Штатах жить? Я говорить не могу. Я с детства самого. Я английский выучил по этой же причине. То, что я всаживаю. Вот ты принимаешь, осталось пару часов. Вот какие ощущения у человека, который перейдет? Ощущения? Они очень странные. Типа, я одновременно как будто бы до сих пор не верю. И в то же время я вахую. Ты понимаешь, что если бы не Путин, сейчас бы не было такого прохода? Да. И ты бы ебался с этими машинами, блядь. А, кстати, расскажи про друга. Что за друга? А, товарищ? Да, товарищ твой. Короче, он 30 попыток у него было на машине. В итоге он психанул и просто через забор они перевезли. И там вообще изи получается. Ты мне говоришь, там куча народу. Все, он не на связи уже. Не на связи? Сидел, все? Да. Отдыхает. А сколько можно сидеть в перметах? Слушай, можно долго сидеть. Повезет. А вот он делал эти попытки, потратил те же самые деньги, что ты заплатишь? Да. Вот и логику расскажи, пожалуйста. Я пытаюсь понять. Я не знаю, о чем логика. Люди боятся почему-то этого перехода. Уже самый легкий. А просто очень противоречивые слухи ходят. То есть кто-то говорит, что потом проблемы будут. Кто-то говорит, что это все фигня. Но столько людей, как бы они пропускали, у которых будут проблемы. Это же бред. Слушай, тебя официально встречают вообще офицеры американские. Просто это пеший переход. Какие могут быть проблемы? Я сейчас не верю в это. Я тоже, блядь, я не знаю. Это такой бред. Может еще одну ебанем раз такая пьянка? Не знаю. А ты машину сможешь везти? Если куда-то поехать там покушать. Сейчас? Ну или мы на такси будем двигаться? Если поедем, то на такси. Она уже дешевая? Да вообще пиздец совершенно. А, извините, я уже это... Мы за 10 долларов доедем куда хочешь. Супер. Мы с Пашей были на связи. Когда я уехал? Сколько дней назад? Слушай, ну это было где-то 23-я, по-моему. То есть неделя? Да, да, да. Неделя прошла с того момента, как мы с ним виделись. Все время были на связи, убивали друг другу время. Я там работал, он сидел как в тюрьме в этом отеле. Мне рассказал, что зайдя в кафешку стояли какие-то, или сидели два мексиканца, начали говорить пута-пута и делать пистолетами, что типа его стрелять хотят. Страшно? Было делать, ну как бы не то что страшно, но было не очень приятно. Ты заебался до них или я не сам? Не, я просто ушел. Охуеть. Ну что, за вас. Шикарно. Узнаем старого Димона, блядь. Аааа. Блин, я так хотел с тобой пиво выпить на самом деле. Ой, блядь. В глазах сейчас сразу так хорошо. Потемнело? Ооо. Ну ты прикинул, ты бы год не пил. Ну да. Это пиздец. Не, я кстати, у меня был такой в жизни момент. Из-за чего? Просто так. Эксперимент. И как? Мне не понравилось. Не понравилось. И смотри, что я купил. Ооо. У меня, кстати, вот такие. У меня... Только здесь в Мексике такие прорезы Мальборо. Их куча разных. Можно твою, да? Да. А у тебя какие? У меня вот такие. А тебе не нравятся они? Я вот эти не пробовал. Ну вообще нет. Давай, давай. Тут кто-то при смерти машет. Мою. Либо давай, давай, поменяемся. Вообще похуй. Так. Сейчас приедет пацан. Но он сказал, что ты какой-то счастливчик. Я не знаю, может он тоже через машину пробует. На хуй это делают. А что за паинь? Ничего не знаю. Да? Да, вот он, я от тебя уезжал. Он говорит, бля, Димон, что ты уезжаешь? Я говорю, ну мне надо. И я ему сегодня написал, говорю, я тут. Вот. Так. Что? Давай эту. Давай эту. Сейчас. У нас обмен. Да, да, да. Паша, ну это уникальный контент, еще такого не было. Конечно. Чтоб я прям кого-то провожал, прям вот. Да. Я в шоке просто. Я еще думаю, сейчас посплю, время убью, короче. А то я решу тебя скоротание. Слышишь парковки, кричит кто-то. Да, да. А ты расскажешь зрителям вообще откуда такая кличка или нет? Да. Он трахал много женщин. Разных. Да. И тех, кого надо, и кого надо. И теперь у него клеймо паха-траха. Мы еще в клуб с тобой когда зашли. Ты меня представил, помнишь там? Да, да, да. А сегодня у нас как будет проходить вообще ночь, вечер? Слушай, ну сильно гулять нельзя, потому что завтра мне общаться с американскими офицерами. Прикинь, приешь бухой, бля. Где вы выпиздили? Конечно. И вся жизнь по пизде. Опять Россия матушка. Да, да, да. Ну расскажи вообще вот, у меня даже не такой вопрос задать. То есть со скольких лет ты хотел в США? Ну, как минимум лет с двенадцати. Угу. То есть у меня именно мечта сильная. А чем привлекает эта страна? Ой, я вырос на фильмах, я вырос на… Меня всегда тянуло. То есть, наверное, в фильмах, конечно, сильную роль сыграли в этом тоже. А дальше уже, понимаешь, как бы все осознание и осознание. Тиана может разочаровать или без шансов? Нет. Не может? А у меня… Не, я в принципе понимаю уже. Я многое знаю про страну, про эту. И минусы, и плюсы. И то, что там розовые очки какие-то, понимаешь. Я надеюсь на… Да, ребята, то есть он понимает, что надо работать, надо это, то, все. Что на меня деньги свалятся с неба, и я там… Ну, кстати, я купил ебаный билет. Да. Я купил на завтра. Сколько сейчас? И мы можем уже… Я не знаю там… Биллиард двести? Да. Мы, ребят, хотим выиграть с Пашей, мы вообще чокнулись, нахуй. Нас будут слушать, будут думать, вот додики. Ну, когда они это смотрят, мы уже выиграли. Ну, в теории, понимаешь. А вот ты знаешь, ты снимаешь, да, мы действительно выиграли уже. Это пиздец. Никто не поверит, нахуй. Да. Взял билетик, миллиард двести, это вообще… Мы идем на рекорд. Один и три был рекорд. Один и три? Ну, я думаю, побьется, мне кажется. Если никто не выиграет, то оно скаканет до один и семь, то есть люди с ума сходят в США. Представляешь, там очереди будут действительно? Угу. Если вот эти на два уже будут заходить? Ну, там человек по сорок стояло во Флориде. Это подожди, когда стояло? Уже сейчас? Не, во Флориде. А. Ну, типа, когда я там жил, вот оно достигло, а мы пошли покупать, а там, блин, сорок человек. Это когда один и три было? Да. И одна тетка, и там поджимало время, осталось сорок пять минут. А мне подписчики задонатили 400 баксов, чтобы я купил на каждого билет. То есть у каждого были свои цифры. И мы вручную вбивали. А, и что все, подписчики? Да, мы вручную вбивали, и бабка тупила какая-то, блядь, ее все ненавидели в очередь, хотели ее просто, блядь, убить. Она засунула двадцатку, хотела купить только один билет, а там нельзя. То есть специальный автомат, и он сдачу не дает. А, и она пыталась слить. И мы ее, по-моему, ее, блядь, просто выгнали нахло оттуда толпой. Но успели. Но проебали. Биллка, футболочек просто. Это что? Иллюминати. Боже. Завтра в ней поеду. Ты думаешь, развернут, блядь, скажут, этот? Заговорщик. Как у тебя вообще неделя прошла? Очень скучно. Худелло. Ты никуда вообще не выходил? Ну, я так по месту здесь пройтись чуть-чуть, и все. Это стремно, я же говорю, я пошел один раз менять деньги. Во-первых, я не знаю, ты показывал, не снимал этот момент, где тут палатки стоят? Нет. Ну, не видно. Ничего не снимал. Тут просто куча каких-то наркоманов, бомжей шляется. Я, короче, выходил в магазин поменять деньги. Стоит парень. Я не знаю, как вообще показать эти движения, но то есть он просто одновременно приседал и сгибался. У него фуячила нормально. Да, да, да. Он сгибался, приседал, вставал, приседал, короче. И это просто бесконечно происходило. Потом сел, на землю лег, снял обувь и начал что-то ноги свои там, я не знаю, что с ними гладить. Это просто ужас. Но его, видимо, нормально хорячила. Паша сказал, что 6 мармеладок нам контент подарить, напоминаю. Я говорил 4. Уже завтра, а сегодня я запутался. Ну, можешь сказать, что сегодня? Ну, можно сказать сегодня, да. Но ты будешь убитый. Мне кажется, ты будешь отсыпаться, пиздец. Там... Так я еще покурю перед этим. Кого? Травку? Ну, чтобы плавненько войти просто. Я раскурюсь, уже я буду убитый, понимаешь, и дальше просто больше. Ну, охуенно, охуенно. Это только звезды. А шансы какие, что это все будет хорошо? 99 или 100? Что я не уеду в госпиталь? Нет, что ты будешь завтра в США. Ну, где-то процентов 90, да. То есть 10 процентов, что может что-то не так пойти? Есть очень маленький шанс за интервью на страх. Блядь! Паша! Ну, я, в принципе, готов. Так, процентов на 70. Ты не нервничай, самое главное, не нервничай. Там я, насколько понял, не нужно мне стать английским. Показывать, что ты его хорошо знаешь. Потому что могут тогда офицеры допросить. Окей. Ну, все, ждем тогда подписчика. Сейчас приедет Дмитрий, тезка мой. Дмитрий, да, тоже. Вон он стоит. Смотри, он ушел. Все, потерял подписчика. Минус подписчика. Ахметь. Ахметь. Ты расскажи, что было-то. Ну, он попросил без камеры и все, походу, ушел. Нет, он вернулся. Смотри, он в маске идет. Но он хотя бы хозяй спрячет пока из себя. Ну, да. Я наложу черный квадрат. Мы не идентифицируем тебя. Здорово, Патчаны. Здорово, Дмитрий. А ты что, в розыске? Ну, нет, но... Ты ему объясни, когда это видео выйдет. Оно ж выйдет вообще не скоро. Я видел тебя, я видел тебя. Дмитрий, это видео выйдет месяца через три. Да не знаю. Ты уже в США, у тебя там пентхаусы, блядь. Почему ты камеры боишься? Я камеры не боюсь, я болею коронавирусом. Что, блядь? Да ничем я не болею. Он коронавирусом болеет? Не, а реально, что, ты боишься? Я боюсь тебя заразить какой-нибудь российский клиент. Какой? Чтобы ты не стал похож на русского. Нет, на самом деле это не повлияет на твое, это... Видео очень не скоро выйдут. Это как помогает ситуации? Я потихонечку буду вливаться и в конце концов вот так, вот так, вот так. И откроется. Это как очко я открывал для Паши свое, блядь. Постепенно. Постепенно. Сначала два пальца, потом пять. Ну, хорошо, как вообще, блядь? Мы, короче, пиво наебнули пока тебя ждали, и я немножко пьяненький. Да? Да. Ты пьющий? Вообще не пьющий, представляешь? Не пьющий? Нет, ну если надо, мы его чуть-чуть, но лучше сахар. Такой вопрос, ты как Паша или не как Паша? По части. Нет, я Дима, я не Паша. Нет, нет, ты понимаешь вопрос? Ты будешь сегодня суфлер. Я вопрос понимаю, в принципе, да. Как Паша? По методу. А какой дата? Фо. Четвертого? А, прям рядом. А, ну все, блядь. Это видео выйдет в 2024 году, так что вообще заебить? Я уже сегодня. Не, я рад за тебя. Во, вот она русская солидарность, блядь. Я не помню, здоровался или нет, я просто парню волнуюсь. Да мы сами, блядь, в ахуе здесь стоим. Я его никогда не видел, первый раз вижу. Вот, Димуля приехал, наконец-то. Мама как обрадуется. Мы с мамой тебя смотрим. Супер. Ну ладно, познакомимся вне камеры, а то Дима нервничает. Паха-траха. Возьми ситуацию по контроль, блядь. Все будет? Паха-траха. А, вот откуда Паха-траха. Он просто ебет все, что не нужно. Да он, блядь. Жизнь мне запорол, сука. Но это мы уже расскажем вне камеры. Окей. Нахуй, нахуя. Сувать свой член везде, блядь. Ну вот так вот, блядь, устроено. Милости прошу к нашему шалашу. Это кто вообще-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, так, так. Тут свинарник. Пиздец. Нет. Паша свиня. Так, посмотрим, что он ел. Тут у нас пицца. Ой, этот он лучше вообще не открывает. Да, минус. Пусто, да? Ничего нет. Мексиканская пицца. Что вообще-то кушал на протяжении недели? Бургеры, пицца, кесадильо, начес, такос. Вот это рацион. Охуенный мне вообще пизда. Буду лечиться в Америке. Не, ну нормальный отель. 60 долларов стоит в день. Угу. Две кроватки. Где ты спал? Вон там, да? Здесь. Ну а я вот здесь ночую сегодня. Смотри, значит, какая схема. Ты, значит, переходишь завтра, пишешь мне. И я отсюда уже выезжаю к тебе в Америку. И надеюсь, все супер. Ну давай так сделаем. И тебя забираю уже оттуда. Так сделаем тогда. Это будет вообще охуенно. На американской земле я тебя встречу. Бля, биздец. Я так рад. Ну Алексей я встретил в два дня. Так что... Ну вот я на это же время рассчитываю примерно час-два дня. Угу. Главное, чтобы там ловило у меня тебе написать. Wi-Fi надо, тебе будет поймать. Ну да. Ну я еще попрошу кого-нибудь, может. Раздадут. А я уже бухой, пиздец. Опять бутылок. У меня... Четыре усосал четыре. У самого я просто давно не пил. Я сколько? Две? Я еще две, по-моему, не выпил. Это вторая. Я уже четыре усосал. Мне так хорошо, блядь. Димка у нас боится камеры, так что ничего страшного, ребята. Будем снимать его в маске. Ой. Сейчас у нас какие планы? Пойти покушать где-нибудь? Чего вообще, блядь? Да, прогуляемся, покушаем. У меня настроишь. Будем по ситуации смотреть. Сейчас надо ебаться таких мексов. Мексов, чтобы нас порезали, блядь. Мы все-таки в Тихуане или где мы, блядь? Нужно шрам один из Тихуаны. Да, шрам с Тихуаны привезти домой. Ребята, если вы смотрите это видео, то мы выжили. Эти членососы, короче, решили, блядь, идти по Мексике ночью пешком. Я говорю, давайте вызовем такси, типа жизнь дороже. Они говорят, мы сэкономим, блядь, сто песосов. Сто песов это три доллара. Мы сейчас идем в ресторан. Шесть минут идти. Ну это пиздец. Если чё, посмотри, какие здесь решетки. Если чё, просто флешку вытащу из камеры. Главное, сохранить контент. На камеру похуй. Ты здесь гулял ночью один? Похождения в Мексике начались. Паша, тебе когда им похищали мексиканцы? Изнасиловали? Я надеюсь... Был такой экспириенс. Не было и надеюсь не будет. Паша говорит, где бы у тебя камера 2000 стоит. Ты в курсе, что, блядь, я тебе просто руку отсекут нахуй за нее? Тут у людей 100 долларов зарплату. Когда им 20 месяцев можно не работать. Ой, блядь. Да куда ж вы меня повели-то? Тут, короче, не видно страшно. Я это называю топовый контент. Гулять пьяными. Как? Это за нами? О май гад. Блядь, это за нами, походу. Ебаный рот, блядь. Нет, пронесло. Идем. Пу ля пута, ля пута мадре. Ребята, я сильно на самом деле записываю. Гайд, как испоганить жизнь подписчикам. Паше осталось буквально 3 часа до перехода. Я приехал специально, чтоб дойти до конца и... О, какой запах говнища, блядь. Просто дойти до конца, нахуй. И... Фу. Фу-фу-фу. Бля, держимся, нахуй, держимся, сука. Тут запах пиздец. Блядь, он вообще закончится? Нет? Тут запах ужасный. Ай, камера, фокуси, фокуси. А вот наше заведение. Яй-янь-твин. Ресторан China. Ребята, они стали переходить почему-то на красный. Я перебежал. Вот, я сейчас знаю, выпивший в состав 4 бутылки пелочек. Пахую. Пахую, блядь. Ну, когда смотришь, становится... Не по себе. Товарищи, вы где? Ребята. Эй. Ну, давайте вы, блядь. Сюда, сюда. Тут чувак сидит справа от меня. Посмотри, я вам просто в ахуе. Ему понравилось. Да он, блядь. Думай, сука, наебать этого белого пыжика. Пыжик, пыжик. На нас сейчас парень мимо прошел и вернулся просто. Да я тебе говорю, мы тут отличаемся, реально. Вот, посмотри. China. Long one night. Куда ты нас привел? Это топовое место в Тихуане. Мы тут, по-моему, одни за первый месяц. Да. Тут никого, посмотрите. Там должно быть особое сейчас. Извини, други, никого. А как тут официант подходит? Я надеюсь. Ну, нам дверь открыли, наверное, подойдет. Ну, зато люстры красивые. Хоть что-то радует. Ну, да. Эспаньон. Правильное кафе. Дааа. Собираемся тогда. Что, нет алкоголя здесь? Ну, потом выпьешь что-нибудь. Спит английский? Спит английский. Да, да, да. Так, давайте выбирать. Что-то должны мы выбрать. Ну, цены, конечно, пиздец. Двести восемь долларов, да? Один момент. Окей. Ну, попробуй. Может у дяди спросить? Есть ли у них выпивка? Ребята, а что это за цены вообще? Они же космические, паха. Не, ну... Ну, мы все этим можем позволить, блять. Завтра уже в Америке его будем снимать. Да. Охуе. Прикинь, какой это переход. Да это правда. А оно еще на монтаже будет выглядеть, как телепортация вообще. Раз. Просто. Что сейчас было? Тебе предлагали взять член. Ммм. Ммм. Короче, я, скажем, не записал. Вот идет официант. Вы сейчас увидите. Вон он. Он настолько с нами заебался, что он в истерику попал. Он просто смеялся. Мы ему говорим, алкоголи. Показываю вот так. Он говорит, кок. Кок по-английски хуй. Я говорю, алкоголи, алкоголи. В общем, это был пиздец. К сожалению, ребята это ничего не увидят. Но включите фантазию. Он пытался нам объяснить про алкоголи. Он говорит, кок, кок. Оказалось, это кок упало. А мы думали, хуй. Да. Ничего не понятно, что заказывать. Это вообще пиздец. У меня первый раз такое. Ну. Ни картинок, ни хуя. Нормально, сейчас поедим. Ну, если хотели взять с супом, он говорит, не берите. Это на троих, блин. Да, на троих. Сейчас обожрёмся. Димуля, нос видно. Димуля. Опа, на, закрылся. Он уже, видишь, он уже говорил, что он раскрепостится. Да, да, да. Мы сейчас ещё бухаем? Я просто ещё недостаточно. Я уже всё. Я просто ещё недостаточно выпил. Да. Скоро мы тебя раскрепостим. Я пока стесняюсь. Всё нормально. Паха-траха тоже стеснялся. Да. До первой палки. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Короче. Я, как, я... Так. А-ээ. А это чё, блин? Такой необычный, Дим. Ой, бля-э-э. Не, тогда это свои. А, у тебя ж есть, да? Ну, я... У меня обычные тоже, кэмл. Ну, это с ног, с кнопкой. Но я хотел одну... А, нет, я взял. Да ну наху. Это, что хотел вообще сказать-то, что охуенно проводим время, ребят, в другой стране, мне безумно нравится, вы не представляете, такой контраст, попасть в хуйню, в пизду полную. Насколько я заебался в этой другой стране. У меня нужно скоро сводить станет. Да, Димон просто вахкует с нас. Он безумно боится камеры, но он вообще типа не по себе ему. Ну да, он переживает. Обрати тут на электролинии передач. Если я был бы электриком, я бы так же нахуярил. А по ту сторону уже Америка гонки. США. Так, здесь не такая небольшая порта. Кто-то заказал, да? Это маленький, я бы понимаю, да? И вот еще тарелка, блядь. Не, хватит соединить вообще. А, тарелочка? У меня тофу. Ну, приятного аппетита всем товарищам. Да, приятно. А вы хотели его попробовать? Нет. Мне вот этого хватит, я думаю. Слушай, ну я не съел. Да, это на всех. Я даже вот это не съем. А, суп очень вкусный. Я это даже не съем. Охереннейший суп с тофу. Прям вообще. Ну, это десяточка. Мне очень понравилось. Я такого еще ни разу не видел. Отлично. Встретился с Димой. Это было очень неожиданно. Он там и приехал. Так что сидим, кушаем. Скоро перехват. Острики, зайдет. Острики, зайдет. Острики, зайдет. Острики, зайдет. Острики, зайдет. Мы блог снимаем. Так, у нас здесь пельмени приехали. Жареные. Зачини. Мы это явно еще не съедим. Ну попробуй. Вареные, жареные. Сейчас еще мне принесу такую же. Ой, бля. Слишком много еды. Охеренную съедим. Охеренную. Все вы посидели. Моя Хонда столько стоит. 713 долларов. Сколько это в настоящий доллар? Мы выделим на 18. Это где-то... Меньше 50 долларов. Это где-то... Это 2000 рублей. 2000 как вы это высчитали, товарищ? Ну, 713 умножаем на 3. А нам еще и скидку сделали. Смотри, 30% с какого-то хуя. Сейчас разберемся. Мы уже почти все доели. Посмотрите, вся эта байда ушла. А Паша говорит, мы не съедим, мы не съедим, блядь. Охуенно. По десятке? Да. Да, да, да. Я говорю, в России даже на такую сумму не поешь. Тут просто огромные тарелки с супа. Просто гигантские пельмени. Я 20-ку вожу, да, и десятку беру. У нас получилось 36 на троих. По 11 долларов, грубо говоря. Это просто... Я не знаю, где это видно, да, вот такие цены. Мексика удивляет. А как они здесь вообще живут? Да охуенно живут. Да. Охуенно, ты маленький. Очень вкусно. В Америке ты так не поешь на 10 долларов, Паша. Они фото дорого, я думаю. Завтра увидишь, тиша охуеешь. Я в любом случае охуею. Не, ну мы как бы пельмени съели, ступы, кока-кола, напитки. Реально очень дешево. Таксисты думают некоторые, что ты мексиканец. То есть здесь оказывается чуть ли не 40 с лишним процентов белокожих мексиканцев. И когда я садился в такси, у меня спрашивали, а ю мексикан? То есть ты мексиканец? Охереть. Они думают, что я родился в Калифорнии, вырос там, но при этом я мексиканец. То есть почему я здесь нахожусь? Ага. Ну это вот некоторые и так спрашивают. Когда Димон уехал на такси, он так боялся, бедный. Ну тут вообще на очки... Когда он увидел полицию... Да, у него уж этот, упало все. Он из отеля вообще не выходит, он такой паранойик. Я думал, Паша паранойик, но нет. Здесь камеры лишиться, бабок лишиться просто за секунду можно. Мы смотри, где идем, тут даже свет не дарит. Да, сейчас надо быстренько в отельчик и нос не высовывать ночью. Но нам 500 метров всего, пиздячки. Так, мы добрались. Ну это, я считаю, это хороший отель. Не бомжатник. Как для парыше. Это такой жуткий завод. Вот мы и в тепле. Дом. В доме. У тебя этот стабилизатор? Это Айгуль. Паша. Паша родненький спиздил. А у Айгуль стабилизатор. Брать он боится, потому что энергетика плохая. Я Айгуль сколько там сказал? 70 долларов, да? Должен. Буду должен с 100. Все, ребята, считанные часы остаются. Паша уебашит в 4 утра. У нас какой план действий? Я сплю, значит? Да, ты до часу спишь. Здесь выселение в час. Я надеюсь, ты мне уже напишешь. Димон, я в США. И тебе потом ждать часа 4. Блядь. Не, я, наверное, в час все-таки выйду. Ну да, ты можешь выехать, потихонечку ехать. И там уже... Знать... Ты не знаешь даже, да, откуда выходят? Знаю. Знаешь, да? Да. А, ну если что, ты там где-то можешь припарковаться, да? Угу. Отлично. Да, я уже встречал оттуда Алексея. То есть там всегда одно, в принципе, место? Да. Скорее. С Богом. На самом деле, это был очень долгий месяц. Это для Вас все кажется вот так вот по щелчку? Нет. Это же где-то твой рюкзак или ты? Это мой. Я уже испугался, что он забыл. Не-не-не, это мой. Черт, мне сейчас это, товарищ на панике уехал. Я завидую Паше. Первые эмоции. Лучше завтра завидуй. Столько всего его ждет в Штатах. Джакузи будет яйца свои мыть скоро. Мармеладки. Под мармеладками расплывусь в там джакузи. Просто. Со слюной стекающей. Это будет нечто. Но ты увидишь, какой контраст. Вот Мексика и Штаты. Да я уже представляю, насколько это большой контраст. Очень Мексика это нищая. Здесь просто пиздец. Это как, знаешь, это чем-то напоминает Россию, но это совсем другое, да. Вообще абсолютно все по-другому. Но именно вот по тому, насколько все хуево. Мне кажется, здесь хуже. Здесь... В плане криминала, наверное, хуже. А вот инфраструктура. Здесь развитий. Развитий? Вот этот город, Тихуана, я зашел в Uber Eats. Ну, доставка еды. И тут просто, я не знаю, тысячи ресторанов на доставке. Я был в шоке. Нет, конечно, если сравнивать с Москвой, конечно, Москва там будет развитий. Но это же не столица. Это вообще город на Ачибе. Он просто... Ну, это маленький. Ну, как он маленький? Он, наверное, большой достаточно. Но с Москвой сравнивать это было бы неправильно. То есть в сравнении там с каким-нибудь Подольском, откуда я, да, тут намного развитий. Я не знаю, какое здесь население. Нет, уже... А глянь, сколько... Напиши, how many people live in Tijuana. Ладно, еще добавляй лямов 10 иммигрантов. Неудачных, в смысле? Да. Вортиканских, да? У меня еще такое подозрение, что он вообще миллионник. Миллионник? У меня такое подозрение. Ой, как хорошо от пуската. 2 миллиона 200 тысяч примерно. Угу. Я даже не знаю, с кем городом это сомнить. Мне сейчас так шикарно. Да? От пива ебашат, покушали. Ну, ты 5 сколько выпил или сколько? 4. 4. В номере тепло, комфортно. Прям вообще релакс. А я кофеечек пью. Тебе трезветь надо. Да я и не пьяный, чтобы трезветь, но... Мне, да, мне надо прям вообще быть полностью в себе. Он не еле очень быстро пролетел. Не знаю, как у тебя время шло. У меня достаточно быстро, но при этом... Все равно тяжело. У тебя камера, да, снимает? Да, да, да. Ага. Ребята, уровень паранойи. Продемонстрируйте. Короче, берешь трусы. Ты в Мексике одеваешь на вторые трусы. А здесь у тебя, опять, потайной карман. И лавэхо. Да, и как-то так. А тем временем осталось 4 часа. Да? Ну, я переложу, я так не буду там позориться на границе. Временем у нас время уже 12-15. Ровно 4 часа. Да? 4 часа, товарищи. Я вот не знаю, усну ее, нет? Я точно нет. Это так волнительно. Очень. Ты за сколько выезжаешь? Ровно в 4-15? Ну, примерно, да. Ну, все, 4 часика. Каждый час будем информировать, ребят. Еще один час пролетел. 1-15. А Пашка тем временем начал отсчет бабок. 20, нормально. 2 тысячи улетают. И сколько у тебя остается на Штаты? 14,5, наверное. Нихуя себе жируешь. Товарищи мне рубят спать. У нас почти 2 часа ночи. У меня такое ощущение, что я срублюсь. Паша просто сидит на адреналине. Пашу вообще похуй. Ой, тяжелая ночка. Это самая долгая ночка для меня. Я сижу просто сейчас в охуях. Я не знаю, как по-другому без мацикадать. Ну, странное состояние. Когда остается и меньше, и меньше. Да, но с каждым часом как будто тревожнее немножко. Ну, как бы в целом-то я собран, да? То есть все нормально. Все должно быть хорошо. Но при этом все равно оно вот это... Когда оно так близко. А когда уже поедешь на такси? Когда поедешь на такси, я не знаю. Я надеюсь, нормально все будет. Надеюсь, у меня не будет никаких нервных тиков. Сколько осталось? 2 часа? 2 часа. Бля, как же долго время идет. Да, просто час как будто несколько проходит. Часов, ощущение. А мы тут лежим, смотрим видосы, общаемся. Паша рассказывает о своей жизни. Отвлекаемся. Да. Очень много, о чем я поведал. Интересного. Но это за кадром. Да. К сожалению, такое нельзя говорить. Ну все. Вот и все, товарищи. Последний час. Скоро в путь. К мечте. Охуеть. Сейчас пойдем его провожать уже. Да. Время уходит сквозь наши пальцы. Скорее бы оно ушло уже и прошло. Он сейчас валерьянкой захуячился. С Украины. Да, да, да. Вот. Слава Украине. Короче, час. Час. Совсем. Соседи здесь просто заебали. Конечно. Они думают, да когда же вы угомонитесь уже. Пол пятого утра. Пять минут, Баха. Пять минут. Вызываем такси. И он отчаливает. Последняя сигарета в Мексике или нет? Да, надеюсь. Еще штук семь будет. Я так бы хотел испытать его эмоции, чувства. Че, сейчас как, но мне нельзя с ним. У меня аж камера сейчас сядет. Я так спать хочу убитый. Нахуй. Ну, 100 нету, знаете, что такое чувство? Ну, это адреналинчик чуть-чуть тоже, да. Переживание. Все, последние минуты. Просто мы че переживаем? Все равно есть маленький шанс, что могут сказать, типа, пиздуй нахуй обратно в Россию. Ну, мы надеемся, что такого не будет. Ну, конечно, все равно это не стопроцентно. Это 99 в 9, что все будет хорошо. Угу. Вот этот маленький-маленький. Вот он на адреналине. Да. Сибова вызвана. И не берется машина. Ну, я на крайний случай пойду через этого вызву сейчас. Нарезавши. Вообще нет машин с собой. Машины есть, но они не берут заказ. Вместе мы с тобой покружимся. Ты видел, как Тесак выбривал им, и они танцевали? Вместе мы с тобой покружимся. Ну все, Пашка. Welcome to America, ебаный. Да. Закрывай эту халупу. Ну, я на. Так, пароль 6060. Ты увидишь? Угу. Да, увижу. Все, мы идем в такси. Охуеть. Эксклюзивнейший контент. Хроники Паши называется. Очко начало играть? Да. Ну, она начала играть с сегодняшнего утра. Блядь, пошел. Валерианка хоть чуть-чуть помогла? Да, хорошая штука. Будешь потом смотреть, что ты у вас потерял? Сили. Где они? Нет, они у меня в кармане бокалом госпомнил. Я не видел тебя еще никогда таким нервным. Да? У тебя губы трясутся? Нет, они сухие. Но я тоже отнервываю. Давай. Ты главный этот. Путин хуйло кричи. Да, да, да. Я прям как зайду сразу скажу. Путин хуйло. Это ж пароль, без него не пускаемся. Так, ты куда, брат? Ну, здесь вот. А? Можно заедать. Хорошо, хорошо. Спасибо.